В последнее время стала появляться информация о том, что находясь на карантине, многие семьи стали конфликтовать. Это можно понять, так как люди длительное время находятся в небольшом пространстве, присутствует тревожность, неопределенность и у кого-то просто сдают нервы. И в этой ситуации мне вспомнилась одна русская народная сказка. Простая, но очень мудрая. Я хочу вам её сейчас рассказать. Может быть, она кому-нибудь поможет. Называется она «Наговорная водица». Жили-были старик со старухой. С молоду они жили всем на загляденье, а под старость будто их кто подменил. Только утром свесит старик ноги с печи, как и пошла между ним и старуха её перебранка. Он ей слово, она ему два. Он ей два, она ему пять. Он пять, а она ему десять. И такой вихрь зовётся, что хоть из дома вон беги. Вот однажды слушала-слушала их соседка, да и говорит. «Мариньянна, что у тебя с мужем-то всё нелады да нелады? Сходила б ты на край села к бобылке. Бобылка-то она водицу шепчет, людям помогает. А в оси тебе поможет». Старуха подумала и говорит. «Да-да, пойду». Приходит она к бобылке. Постучала в окошко. Та вышла и спрашивает. «Что, бабушка, тебе надо?» Та ей всё обсказала. «А, — говорит бобылка, — подожди». А сама вдоль выносит ковшик, зачерпнула водице, да при ней же на ту водицу и пошептала. Перевела её в скляницу, подаёт и говорит. «Как придёшь домой-то, да как зашумит у тебя старый, ты из скляницы водице-то и глотни. Да не плюй и не проглоти, а держи во рту, пока он не угомонится. Всё тогда ладно и будет». Старуха поблагодарила, взяла скляницу и пошла домой. И только она ногу за порог занесла, как старик на неё уши напустился. «Да где ж ты была пропадала? Давно самовар пора ставить, а ты и думать забыла». Старуха хотела было ему ответить, да вспомнила наказ по бобылке. Отхлебнула водице и, как та велела, не плюнула, не проглотила, а держит во рту. Ну, сама она самовар стала ставить. Да и загремит трубой. А старик уж опять на неё. «Эх ты, нескладно, неладно, руки-то не тем концом воткнуты». А старуха, знай, своё, держит во рту водицу. Вот старик удивился, что она ему ничего не отвечает, да и сам угомонился. Вот так с тех пор и пошло у них. Как только зашумит старик, баба сразу за наговорную водицу. Он пошумит, пошумит, да и перестанет. И стали они с тех пор жить ладно. Вот какая сила-то в наговорной водице целебная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok